Как совершил свой жизненный путь, умер, воскрес, еще 40 дней являлся ученикам, и он прощался с ними, и на прощание оставил им поручение. Послушайте, что здесь написано. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научитесь те народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учаясь соблюдать все, что я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Так заканчивается Евангелие от Матфея. Иисус оставил ученикам своим повеление, чтобы они учили людей соблюдать Его Слово, и чтобы они, научая их, крестили их. И сегодня то, что здесь произойдет, это и есть исполнение божественного поручения Господа нашего Иисуса Христа. Это Его повеление. Креститься – это повеление Господа Иисуса Христа. Но Он сказал, научите крестя их. То есть человека нужно научить, он должен уверовать в Иисуса Христа и знак веры принимать святое водное крещение. Крещение – это очень важный акт в жизни человека. Это есть видимый знак. У нас у людей есть слова, а есть и видимые знаки. Например, если я мальчикам покажу вот так. Все вы понимаете, что надо соблюдать тишину, правда? А если я так покажу, все понимают, что надо строгость, да? Так покажу строгость. Мы сейчас не о строгости. Есть видимые знаки. Люди, которые не могут общаться, глухонемые, они все передают знаками. Крещение – это особый знак. Особый знак. Он что-то собою знаменует. И этот знак, Его учредил сам Господь Иисус Христос. Его не я придумал. Никто из людей Его не придумал. А Его Иисус учредил для церкви. И сказал, чтобы крестили. Слово «крещение» переведено на русский язык как бы с греческого слова «баптизу». Отсюда вот нас называют «баптистами». Да мы и сами так называемся. Мы знаем, что мы евангельские христиане-баптисты. Но слово «баптист» – это греческое слово. И оно в буквальном смысле слово означает «погружение». Погружение. Но отсюда явствует, что вот Писание показывает нам, и вот это само слово, что человека надо погрузить. Ясно, что в воду. Поэтому, когда мы читаем в Библии такие случаи, когда преподавалось святое водное крещение, например, человек чернокожий, эфиоплянин, читал книгу порока Исаия, 53 главу. А там об Иисусе Христе пророчество, что он как овца, веден на заклане, и как агнец предстригущий людей, безгласен. Не понимая, о чем читает, Филиппа спросил, он о чем тут, я не понимаю. Филипп объяснил, что об Иисусе Христе, который пришел с неба, будучи обещанным от Бога Отца, стал человеком, из-за грехи людей умер, воскрес, и сегодня каждый верующий в Него может иметь прощение грехов и жить вечно. И у него сразу вопрос. Вода была, они путешествовали. А вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп ему отвечает, если веруешь, тогда можно. Веруешь от всего сердца в Господа, что Иисус Христос, Сын Божий, умерший за тебя на кресте и воскресший, тогда можно. И они остановились, зашли в воду, и он его погрузил в воду, задав вопрос. Это единственное, самое важное условие для крещения, это вера в Господа Иисуса Христа, как Сына Божия. И он погрузил его в воду, поднял, и потом они вышли, и потом этот человек продолжал путь радуги. Итак, дорогие, когда мы говорим о крещении, интересно, что Иисус Христос тоже говорил про свое крещение. И когда он о своем крещении говорил, я теперь не говорю о том крещении, когда он от Иоанна крестился, но он, например, говорит такие слова. «Крещением должен я креститься, и как желал бы я, чтобы это уже совершилось?» Это он сказал после того крещения, как принял Иоанна. Что он имел в виду? Он имел в виду свою смерть. Он должен погрузиться в смерть. Иисус Христос сказал, а он-то знал, что он погружаться будет в смерть за грехи людей, чтобы их спасти. И он очень хотел пережить смерть для нашего спасения. Когда-то ученики подошли к нему и сказали, мы хотим, чтобы ты сделал нам то, о чем попросим. Два ученика. Он сказал, а вы можете тем крещением креститься? Они хотели сесть у него справа и слева в Царстве Небесном. А он сказал, а вы можете креститься тем крещением, которым я буду креститься? Они сказали, можно. Но они не понимали, о чем он говорит, о чем он их спрашивает. А он им сказал, другими словами, а вы можете свою жизнь на смерть отдать? Так как я отдам жизнь свою за вас, чтобы сидеть в Царстве Небесном справа и слева. Они это еще тогда не понимали. Они сказали, можем. А Господь продолжил, будете креститься. То есть придет время, они созреют к тому, что они согласны будут уже не жить для себя, а жизнь положить на алтарь Божий и умереть даже за Господа здесь, на этой земле, лишь бы быть в небе с Господом Богом рядом. Он сказал, будете креститься. И вот Господь наш, он в смерть погрузился, но он, знаете, он воскрес. Мы два важных таких праздника отмечаем рядышком, что он умер. И у нас есть Страстная Пятница. Мы вспоминаем его страдания, как он за нас бечуем был, как он умер на кресте за нас. А потом радуемся, что он воскрес. Иисус Христос сказал о себе такие слова тоже в Евангелие 10 главе, когда он говорил о том, что он пастырь добрый, он говорил о себе, что я имею власть, жизнь отдать. Отдать жизнь. Имею ее власть принять. Меня Отец любит, потому что я отдаю жизнь за овец своих, то есть за людей, грешникам, чтобы их спасти. Но я имею власть ее снова принять, эту жизнь. Итак, Иисус Христос, когда говорил о своем крещении, что я должен креститься крещением, и имел в виду смерть, он говорил о том, что он умрет и воскреснет. Дорогие, потом, когда дальше в Библии читаем о крещении, в послании Римлянам в 8 главе, то есть, простите, в 6 главе, интересные слова звучат. Я сейчас их прочитаю. Они очень значение большое имеют. И для нас сегодня очень важно это понять. Написано так. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть. Интересно, совпадение это, не совпадение. Здесь нет ошибки. Когда человек крещение принимает, он погребается вместе с Иисусом, с ним крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть грабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же умерли со Христом, то веруем, что жить будем с ним. Зная, что Христос воскрес, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, смотрите. Здесь написано, что человек, принимающий крещение, в этом знаке, я сначала сказал, что крещение это знак, он как бы символизирует, что он с Иисусом Христом вместе умер. То есть он отождествился с Иисусом в смерти. И вот когда его погружают, это знак похорон. Он умер. Но Христос воскрес. Человека поднимают и выводят из воды. Это знак того, что он ожил, но теперь уже для другой жизни. Отождествился с Иисусом Христом в смерти и в воскресенье. Христос умер и воскрес. Он умер ради нас и воскрес, чтобы жить с Богом. А человек грешный, он со Христом отождествляется и умирает. Для кого? Или для чего? Для греха он больше не существует. А то, что он выходит из воды, символизирует новую жизнь, это он живет теперь для Бога. Дорогие, вот это очень важное значение крещение имеет. Но оно имеет силу тогда, когда вот этот процесс, о котором я рассказал, внутри человек и уже произошел. То есть когда внутри человек созрел. Я не хочу жить для дла. Я не хочу жить для греха. И выносит приговор. Все, Христос умер и я жизни этой земной грешной не хочу. Я вместе с ним умираю. Но он воскрес для жизни новой. И я хочу жить для праведности, для святости, для Господа Бога. Дорогие, вот когда внутри это произошло, потом Господь говорит, этому надо вообще человека научить. Потом надо его покрестить. И в крещении он засвидетельствует все. Вот вы будете все стоять, они втроем зайдут. И им будет каждому задан вопрос, и каждый будет отвечать. Верую. Он перед людьми и перед небом свидетельствует, что он верует в Господа Иисуса Христа, который умер за Него и воскрес. И он, этот крещаемый, с Иисусом отождествился в смерти и воскресении. И поэтому, да не царствует больше грех смертным телем вашим, но мы должны жить для Господа. Для праведного. Но если человек скажет, а я бы хотел принять то же крещение, но внутри он любит грех, и он не пережил личную встречу с Иисусом, как пережили они, у них в жизни ничего не поменялось, он сухой зайдет, мокрый выйдет, ничего не поменяется, и Бог не признает такое крещение. То есть этот знак, это свидетельство внутреннего, прошедшего процесса у них в жизни. Точно так, как, например, свидетельство о рождении выдается после того, как человек родился, так вот это крещение есть свидетельство о новой жизни, которая там у них произошла. И Господь оставил эту заповедь, чтобы учили и крестили людей. Вот у нас сестра Манана, сестра Аня, сестра Кристина, они посещали богослужения, они слушали проповеди, читали Библию, сами читают, молятся. Я лично с ними, со всеми беседовал, лично. Учил их, что такое, для чего крещение все, что значит членам церкви быть, какие ответственности лежат на членах, и так далее, и так далее. Много вопросов мы обговорили, мы с ними вместе молились. Мы учили их в церкви, наставляли. Когда-то меня учили. И теперь они готовы принять святое водное крещение, перед вами всеми дать свидетельство, что Бог их простил, что Он их любит, и перед небом, перед самим Богом. Дорогие друзья, братья и сестры, это очень важный в жизни человека процесс. Теперь, когда человек принял святое крещение, когда он засвидетельствовал перед небом и людьми, что он верует в Господа, что он его спаситель, Бог его простил, он его ведет, теперь такой человек, который живет не для греха, а для себя, у него совесть другая, чем у всех других людей, которые этим процессом не прошли. Знаете, как Библия называет эту совесть? Библия называет эту совесть доброй. Бывает, совесть у человека очень порочная. Бывает, у людей совесть остверненная. Бывает, люди в совести сжигаются, они делают зло, их внутри судят, но они ничего не останавливаются, ничего не меняют в своей жизни. А бывает, совесть у человека добрая. Это когда он понял, что он грешник, и понуждался в Господе, и Господь его простил, омыл его, и ему все прощено, и он теперь хочет жить с Богом. Вот это апостол Петр сказал. В крещении есть обещание Богу доброй совести. Бог дал им другую совесть. Я знаю, что эти сестры, все могли бы про себя рассказать из прошлой жизни, от чего совесть их терзалась внутри. Может, не нужно рассказать? Я правду говорю? Да, правду? Все они могут сказать, что от чего совесть их внутреждалась, но они получили внутри себя свидетельство, что Бог их простил, их совесть теперь добрая. Она их больше не судит, потому что Христос их осуждение на себя взял, умер за них, и они вместе покажут в воде, что они вместе с ним умирают, и не хотят жить больше для греха, а жить с Богом. И вот эту совесть, когда человек принял крещение, он вышел с Богом на новый уровень взаимоотношений. Теперь у него добрая совесть, и он эту совесть обещает Богу. Таким образом, само крещение становится заветом Бога человеком. Человек Богу добрую совесть обещает, а Бог со своей стороны обещает ему, я буду тебе отцом, я буду вести себя, я буду руководить тобой, я буду тебя наставлять, я буду тебя оберегать, я доведу тебя до небесных врат. Это удивительно. 40 лет прошло с тех пор, как я сидел тоже в белой одежде, вот именно в этом году, 3 июля, исполнилось 40 лет. И я могу всем сказать, что за эти 40 лет Бог ни разу не подвелся, ни разу. Он ни разу не оказался в таком положении, как бы неверный. Да, с моей стороны были подельники, где-то я спотыкался, где-то неправильно, и сейчас бывает.